Добро пожаловать, друзья, на канал InvestHacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Начну сегодня с объявления. Еще раз напоминаю вам о том, что в криптовалютах очень много скамеров, так же, как в других сферах, везде есть те, кто хотят обмануть, нажиться. И почему я об этом говорю? Потому что опять с возвращением так называемого хайпа, да, ритейла, больше и больше новичков заходят в криптовалюты, подписываются на каналы. И, соответственно, оживились те самые обманщики с камеры, которые в комментариях оставляют номер, как будто бы моего WhatsApp-канала, как будто бы комментируют от лица канала InvestHacking. Это обманщики, у меня нет никакого WhatsApp, нет также платных групп. Есть единственное, что это наш NFT-клуб, клуб держателей NFT-шек от InvestHacking. И, кстати, хочу сказать, что там очень теплая атмосфера, там всего 35 участников, не так много, но это люди, которые работают вместе, они изучают проекты. Я не делюсь никакими платными сигналами, там все мои знания доступны для вас на этом канале, в нашем главном чате. Просто в этом клубе собрались люди, которые уже какое-то время поварились в криптовалютах, они объединяют свои собственные усилия. И иногда я тоже захожу туда и поучусь чему-то у них, спрошу какой-то вопрос, и, может быть, подскажу, отвечу на те вопросы, которые возникают у людей. Это такой закрытый клуб друзей. Вот. Нашу NFT-шку можно купить под каждым видео, есть ссылка на коллекцию, и там будет в скрытой вкладке будет ссылка на наш закрытый Telegram-канал. Ну и там мы все время проводим giveaway, потому что я люблю своих подписчиков, я готов их поддержать. И вот сегодня мы разыграли две вот такие куманки от Superpharma. Я подарил одну вот такого вот хайплорда, одного хайплорда и одного такого лунер профита, который сейчас по полу 0.35 эфира. Почему, опять же? Ну, чтобы порадовать людей. У нас биткоин пробивает all-time high, и я хочу поддержать своих подписчиков. Ну и, кстати, если кто-то недоволен своими потраченными 0.05 эфира на нашу NFT-шку, могут всегда обратиться ко мне за рефандом. Я куплю свою NFT-шку обратно. Но ее, по-моему, все, кто присоединился к этому клубу, очень и очень довольны. И многие спрашивают, а какие сейчас горячие проекты, где об этом узнать? Я вам уже говорил, я изучаю определенные проекты, на которые мне хватает времени и ресурсов. Если вы хотите узнать о новых проектах, заходите в наш клуб, и там всегда практически 24 на 7 какие-то новые проекты от NFT до IDO и прочее, прочее, прочее. Ну, а сегодня мы, как всегда, начнем с биткоина. И я в сегодняшнем видео отвечу сразу на ряд вопросов, которые возникают у вас, дорогие подписчики. Заваливают меня личными сообщениями, спрашивают в чате. Я попытаюсь накрыть сразу несколько тем. Это как бы в продолжении вчерашнего длинного видео. Я остаюсь при своем. Для таких огромных каких-то профитов, иксов, нам, вам и нам уже нужно было бы находиться в позиции сейчас, что-либо покупать с таким низким риск-то реорд рейша, отношением риска и профита. Уже поздно. Но, тем не менее, есть еще варианты, может быть, куда-то заскочить, если на недлинную дистанцию буквально. Но это требует много работы. И сегодня мы об этом поговорим. Я отвечу на вопрос, что делать. Я купил токены XYZ. Что с ними делать, пампнут они или не пампнут. Про это поговорим. Поговорим про фармилки, стейкинги. Про это тоже спрашивают. Хорошее ли время сейчас, чтобы застейкать и забыть на длинное время. Ну и очередной раз покажу вам, насколько выгодно просто находиться в этой новой, замечательной сфере криптовалют. Просто участвовать в развитии экосистем, какие аиртропы сейчас люди получают. Ну и немножечко, может быть, продолжу по поводу моих NFT. Про все, наверное, не буду говорить, но коротко пробежимся. И по отдельным NFT скажу, которые заслуживают вашего внимания. На мой взгляд. Итак, начинаем мы с биткоина. Проснулись. Мы все с вами приятную сюрпризу. Биткоин наконец-то пробил свой all-time high. Видим, что вчера начал наконец расти объем. Напоминаю вам, что сейчас еще ночь в Америке. И трейдинг, в общем-то, такой медленный, неторопливый. Вчера рост тоже начался после пробуждения, скажем так, Америки. И сегодня, я думаю, что мы тоже ждем и наблюдаем. И на дневном, конечно, пока выглядит не очень взрывно. Нельзя сказать, что прям пробили, уничтожили, улетели в космос. Но если посмотреть на недельном, то это, в общем, очень такой многообещающий прорыв. И, естественно, если это не обратится вот таким вот некрасивым фитилем, а закроется с большим таким телом свеча, то есть потенциал, конечно же, для роста. Ну, посмотрим. Давайте на доминацию, раз уж мы обычно это делаем. Доминация начинает, опять же, отрастать. Сегодня немножечко притормозило из-за того, что биткоин тоже пока что, на мой взгляд, собирается силами, чтобы с открытием сессии полететь выше. Эфир у нас с вами почти приближается к 5000, и это, конечно, многих тех, кто находится давно в этой сфере, конечно, взрывает этот мозг, потому что мы помним эфир и по 200 долларов. Ну, это достаточно долго был по 200 долларов. И, соответственно, все вот эти газовые войны, да, газовые комиссии, которые вы сейчас платите и жалотите, они были, соответственно, во много-много раз меньше, потому что, ну, комиссия напрямую зависит от курса эфира. Ну, я имею в виду, что комиссия в долларах в эфире, так она как была, так и осталась, даже уменьшилась немножко. Вот, по суперу, раз уж мы за ним наблюдаем, сейчас буквально началась какая-то коррекция перед началом этого видео, но я думаю, что не стоит переживать. Здесь также важный уровень доллар 80. Не получилось у нас с первой попытки закрепиться над двумя долларами, но ничего страшного, как многие старички отметили, много дней подряд рос супер, и, в принципе, консолидация на этом уровне даже только на пользу. И к битку тоже, обратите внимание, я не подвигал эту линию, и, ударившись в нее, мы начали откатываться опять. Этот уровень 3127, там, 3129, я про него говорил не раз в нашем телеграм-канале. Да, еще раз, единственный вариант связаться со мной и пообщаться с нашими инвест-хакерами – это телеграм-канал. Мне в WhatsApp, и если кто-то комментирует видео, если комментирую я, то название канала инвест-хакеринга будет подсвечено серым или белым, в зависимости от того, какая у вас стоит ночной или дневной режим. Но если не подсвечены какие-то странные буквы, это не мы комментируем. Так, ну, давайте пойдем своим чередом. Вот это, кстати, график не моя работа, но увидел на просторах Twitter, решил с вами поделиться. Похоже, что RSI еще совсем далек от пика. Мы видим, что пики, крипты часто совпадают с пиками RSI, но это, в принципе, понятно. Те, кто знает базу теханализа, знают, что RSI показывает оверсолд, овербот позиции. И сейчас мы еще далеко, очень даже далеко от топа. Ну, посмотрим. Естественно, все индикаторы, они хороши с определенной точностью, да, но пусть это будет так. Мы не против. Итак, я вот сделал себе несколько вкладок на CoinGecko, чтобы не забыть поговорить на эти темы, которые я обозначил вам сначала. Ух ты, какой график. У Dash по 24 часа просто-таки улетел на Луну. Не знаю, почему CoinGecko поставил 24-часовой график как основной. Значит, многие спрашивают меня. Один из популярных вопросов это. Я купил себе коин. Чаще всего это вопросы спрашивают про старый коин. Dash, Litecoin, Zcash, XM, NEM и некоторым людям я отвечаю. И решил ответить вам в целом всем сразу. Если мы с вами входим в последнюю фазу бычьего цикла, да, то есть, ну, если у нас еще тут достаточно много места для полета, то все, в принципе, памкнет. Есть такая мысль, что большинство токенов, абсолютное большинство, конечно, если это не совсем какой-то скам, если там, ну, понятно, разработчики ушли, убежали, токен забросили, выделили снули с Binance, ну, вероятность того, что он памкнет, мала. Но если этот токен, там, торгуется на биржах, у него есть какая-то ликвидность и команда хотя бы не разбежалась, то есть шанс, что он памкнет. Пожалуйста, конечно, Zcash выглядит не очень по сравнению с токенами какими-то современными, да, которые новые. Хотя, Zcash, кстати, один из коинов, за которые топит Barry Silver и так далее. Манна уже выстрелила, может, и Zcash выстрелит. Но я не говорю о конкретном токене, я говорю в целом о всех тех токенах, которые вы зачем-то накупили, как только зашли в крипту, еще не разобравшись, просто купили какие-то рандомные коины. Они, скорее всего, памкнут. Почему бы и нет? Если биткоин пойдет выше, то и они выстрелят, особенно в долларовой перспективе. То есть, ну, не знаю, взять какой-нибудь Stellar Lumen, что он не даст, еще 30% вполне себе может. Может ли он потрогать свой all-time high, но если биткоин улетит в два раза, то я не вижу, почему Stellar Lumen не может сделать в два раза. Другое дело, что биткоину он, скорее всего, продолжит терять, да, мы видим, что он продолжает проливаться, проливаться и проливаться. То есть, ну, допустим, биткоин может памкнуть в два раза, а Stellar Lumen, допустим, на 80%. То есть, ну, чуть-чуть не выстрелит столько, сколько выстрелит биткоин. Что это значит? Это значит, что вы, скорее всего, вложились не в самый хороший альткоин, но сейчас дергаться уже поздно. Да, как я вчера говорил, что поздно заходить на всю котлету в какие-то рисковые альткоины. Также и переосмысливать свой портфель, мне кажется, сейчас уже достаточно поздно. Но, опять же, это не финансовый совет, может быть, и есть смысл отрубить и забыть. Но в долларовом выражении, скорее всего, большинство токенов памкнет. То, что они не памкнут в битках, это просто значит, что вы заплатили тот самый Opportunity Cost, про который часто говорят, но, наверное, недостаточно часто. Что такое Opportunity Cost? Opportunity Cost – это, скажем так, упущенная возможность. То есть, если вы купили XRP вот здесь, в июле 2019, то вы упустили возможность инвестировать на протяжении этих двух лет, даже трех почти что лет. И когда вы только break-even, то есть, вернете свое вложенное через три года, вот эти три года вы могли бы вкладывать во что-то. Могли бы потерять, могли бы сработать, но Opportunity Cost – это именно про то, что деньги остаются промороженными. Надеюсь, вы вынесете из этого опыт, сделаете выводы, и в следующий раз не будете морозить деньги, если увидите, что вы поступили неправильно, если увидите, что не получилось закрыться за важным уровнем в 3000 сатоши. Надо выходить, да, возможно, с лоссом, отрезать себе 20% лосса, забирать свои деньги и выходить, искать какой-то новый проект. Когда я, кстати, продал XRP, я купил эфиры, на которые потом купил Apov, поэтому очень даже прилично я вовремя, скажем так, вышел. Конечно, надо было выходить раньше, но опыт, выводы. Главное – это делать выводы и учиться хотя бы на своих ошибках, если уж не на чужих. В сухом остатке. Пампнет ли ваш коин? Скорее всего, да. Пампнет он так же жестко, как и сильно, как все остальные. Не факт, но, возможно, вы получите, вам получится вернуть свое, если вы вкладывались в долларах, а не в биткоинах, а не в эфирах. Ну и, может быть, даже заработать какой-то процент. Вот это что касается конкретных коинов, в которых вы набрали полные мешки. Теперь скажу по фармилкам. Вот у меня здесь на вкладке PancakeSwap, чтобы не забыть, опять же, о чем вам рассказать я хотел. Эта криптозима, скорее всего, будет отличаться от предыдущей, потому что очень много фармилок, стейкингов и прочих возможностей вложить деньги, получать пассивный доход, пусть в токенах, но, тем не менее. Мне, кстати, забавно, я не помню, говорил я вам или нет, но Элью обратил внимание на какой-то твит, где было сказано, что в крипте можно получать до 15-20% на свои стейблкоины. Но проблема в том, что из мира вне крипты это как бы никто не поверит, скажет, что это скам, это невозможно. А из тех, кто варится в крипте, это неинтересно, потому что это слишком мало. Вот такой вот парадокс. Ну, опять же, если закинуть стейблы под эти смешные 20% годовых, возможно, это неплохой вариант. Единственное, что, конечно, надо смотреть на стейблы. Многие тоже спрашивают, какие стейблы лучше. Ну, конечно, USDC лучше, чем USDT, на мой взгляд. При этом, например, какой-нибудь DeFi, какой-нибудь стейблкоин будет, судя по всему, платить лучший yield, типа DAI или USDT от TerraLuna. Ну, и есть еще целый ряд. Там есть возможность, вариант, что на какое-то время этот токен потеряет свою привязку к доллару. Но если вы верите в DeFi, в математику и в смарт-контракты, то рано или поздно этот токен вернется к доллару. Ну, при этом, скорее всего, он будет платить лучший yield, ну, потому что так работает DeFi. Так вот, если речь идет о том, чтобы положить, выйти там в стейблы и положить их под какой-то процент на определенный срок, пока будет длиться медвежий рынок, вы в это время будете изучать проекты, которые выходят на рынок, слушать тех, кто делает от 24 на 7, читать white paper и так далее, и так далее, да, пока ваши стейблы будут зарабатывать вам 20% в годах. Потом на самых низах, естественно, как мы все это очень любим, вы зайдете в самые лучшие проекты, которые на следующем пике дадут вам 1000 иксов. Ну, на самом деле, конечно, будет все не так, но если вы рассматриваете вложения в стейблах, это, в принципе, приемлемо. Однако не гонитесь, опять же, за самым высоким yield, за самым высоким процентом, потому что самый высокий процент всегда равняется самому большому риску. Сколько вам заплатит Uniswap, не равно стольким, сколько вам заплатит Cake Pancake Swap. Сколько заплатит Pancake Swap, не равно стольким, сколько заплатит Maki Swap, потому что меньше истории, меньше ликвидность, меньше проверили, прошло проверку этот смарт-контракт, есть больше шанс, что его взломают, и если взломают смарт-контракт, плакали ваши денежки вместе с процентами и со всеми делами. Если же вы, друзья мои, естественно, смотрите не на печальные 20% годовых, ну, а если вы смотрите на какие-нибудь заманчивые 400-600%, то, естественно, вам будут платить не в стейбл-коинах и не на стейбл-коины, а в каких-нибудь фантиках, например, в токенах Cake. И токены Cake, конечно, может быть не самая плохая валюта, но она не привязана к доллару, и она имеет свойство падать, так же, как имеет свойство и расти. И если, допустим, вам пообещал Pancake Swap 200% на какие-нибудь ваши любимые токены, которые вы, естественно, знаете, и понимаете, что они могут просесть сами по себе, процентов на 70-80, в зависимости от того, насколько тяжелым будет медвежий рынок, но это вы, допустим, еще ладно поняли, хотя помните, что обычно насчитываются кейки или там любые другие токены, которые вы фармите, все-таки из долларового выражения вашей пары, поэтому если вы застейкали 100 долларов, она просела на 80%, а потом теперь 20 баксов, то и получать вы будете кейков из расчета 20 баксов, естественно. Ну и помните, что если кейк просядет, например, процентов на 50, а это очень даже возможно, то вам нужно хотя бы получить ваши 2x, чтобы получить столько кейков, сколько вы рассчитывали, или столько долларов, сколько вы рассчитывали получить в кейках. Если он просядет на все 70%, то ему нужно будет, или 80%, ему нужно будет сделать очень много иксов, типа 6-8 иксов, чтобы вернуться к тому удобному выражению, на которое вы рассчитывали. Поэтому, получая реворды в какой-то другой валюте, помните, что прикинуть и посчитать, что вот я сейчас положу 1000 долларов, мне тут обещают 100% годовых, это значит, я буду получать 1000 долларов в год, значит, через 4 года я получу 4000 долларов в год. Ну, как бы нет, так это не работает, судя по всему, цифры будут совсем-совсем другие. Поэтому, вывод, вкладывать в фермы, в рисковые фермы с большими процентами, на мой взгляд, рискованно. И кто-то сейчас наверняка скажет, окей, ну я буду держать 5 лет, и потом вот я как бы продержу весь медвежий рынок, потом додержу эти токены, и потом, когда они в следующий раз пампнут, кейк будет не по 44, а по 150, я продам, получу еще больше иксов, чем собирался. Да, возможно, если как бы возможно, так и будет, да, при условии, что кейк переживет, при условии, что смарт-контакт продержится столько, при условии, что ликвидность там будет, и вообще это все сработает, потому что такого длинного промежутка времени пока еще не было. Но в любом случае, если у вас есть такой план, и вы знаете, что вы сможете продержаться, то, естественно, бриллиантовые руки, как это говорят, Diamond Hands, всегда выигрывают в крипте. Если, конечно, они держат правильные активы. Так вот, поэтому закидывать фермы под сочные проекты в каких-то сочных токенах, я думаю, что нужно на просадке, потому что если вы выйдете в стейблы, возьмете свою 1000 долларов и зайдете в ферму на низах, то проценты вам будут насчитываться уже на 1000 долларов, когда ваша пара будет расти, будет расти и ваш yield, поэтому с фермами я пока бы повременил. Также спрашивают еще про IDO, есть ли смысл сейчас залетать в IDO. Есть смысл, но любые залетания в IDO связаны с тратой времени и определенными знаниями. Опять же, как я говорил сначала, очень плотно идет обсуждение IDO в нашем NFT-клубе, я говорю, даже не успеваю за всем этим следить. Если интересно, я попробую на досуге разобраться и сделать вам подборку площадок, которые популярны сейчас. Мое знакомство с IDO закончилось приблизительно тогда, когда прошел HypePaid, полка стартера и вот этих вот ребят. Сейчас какие-то другие площадки, что-то новое запускают, посмотрите сами, если у вас есть время, ну и я посмотрю, если оно будет у меня. Так, по IDO ответил. Теперь давайте пробежимся коротко по плюшкам, которые сыпятся тем, кто просто варится в крипте и не ленится поучаствовать в новых интересных штуках. И потом закончу на своих NFT-шках. Итак, NathanHead.eth. Рекомендую вам за ним его фолловить, потому что он много всего интересного постит и, в принципе, очень нетоксичный товарищ, приятный панк. Итак, если вы ходлили мем бита, то вы получите, получили бы мем бит пик, который сейчас стоит 7 эфиров по полу. Если вы ходлили борда и пьет клаб, то вы бы получили собаку, которая стоит 1.73, ну точнее он получил, да. И M.2 Serum, который сейчас стоил 18 эфиров. M.1 Serum стоит около 3.5 эфиров, если мне не изменяет память. То есть, ну понятно, что те, кто сментил борда и пьет клаб же 0.08 вообще в шоколаде, но даже те, кто купил ее на просадке по одному, по 5, по 15 эфиров, уже смогли вполне вернуть свои вложения, не продавая при этом самого Ape. Ну и ENS, это новый дроп, вы, наверное, видели, если вы следите в Твиттере, то каждый обсуждает ENS. Это токены, которые были дропнуты всем, кто получил себе вот такой вот домен .is. И самое что смешное, что я обратил внимание, ну как бы я видел, что есть люди, которые ходят с этими доменами, и думаю, вот надо бы его заклымить, разобраться. Буквально мне посетила эта мысль в голову, пришла в голову поздно, естественно, уже люди там много себе это все набрали, и я думаю, ну на днях изучу. Отложил буквально на два дня, и через два дня приходит новость, что ENS раздает токены всем, кто себе зарегистрировал этот домен, соответственно, до этого дня, до дня анонса. Поэтому, ну, упустил, что поделать. Опять же, те, кто обращал внимание, те, кто потратил время, изучил, в чем фишка, те получили airdrop около 10 тысяч долларов. Я думаю, что ENS войдет в историю так же, как зашел когда-то Uniswap. То есть люди просто заплатили, купили вот такой вот домен на сайте ENS Domains. Можете ввести свое имя, ну, запустить, естественно, приложение, подключить MetaMask, ввести свое имя и найти любой домен с разрешением .is. Помимо того, что это прикольный домен, он еще и подвязывается к вашему кошельку, на который вы его покупаете. И теперь, чтобы отправить вам эфир или любые RC токены, или любые NFT-шки, можно просто будет ввести ваш домен, типа Vitalik.is, MySite.is и так далее. Стоят они достаточно дешево. Длинные домены, там больше пяти знаков вообще стоят 0.01 эфира, по-моему, в год. Короткие домены, там, по-моему, 0.05. Ну и, соответственно, газ придется заплатить. И да, я опоздал на airdrop, но я все-таки зарегал себе домен буквально сегодня. Мой домен, как вы могли бы догадаться, investtony.is, и он привезен к моему эфирному адресу. Поэтому, если кто-то что-то будет не отправлять, теперь все будут знать, что можно просто буквально взять Etherscan. Даже Etherscan распознает их. Видите, здесь написано INS. Можно написать investtony.is. И, пожалуйста, вот мой адрес. И я купил его сразу на 50 лет, потому что все равно заплатил за газ гораздо больше, чем за сам домен. Ну вот, это как бы адрес, на который можно что-то отправлять. MetaMask их тоже распознает. И я так понимаю, что OpenSea их тоже распознает. Ну и цена токена сейчас уже 42 доллара. Поздравляю всех, кто его получил. Замечательно. Еще раз доказывает, что нигде, кроме как в крипте, вы такого не получите. Вам просто раздавали десятки тысяч долларов просто за участие, за то, что вы пользуетесь любимыми сервисами. Окей, да, вы должны были заплатить 0.01 за домен плюс газ. Да, ну это не совсем бесплатно. Но если вы в крипте, то, скорее всего, у вас есть там 0.05 эфира, потратить на что-то. И получите, естественно, там 12 тысяч долларов. Ну, да. Ну и, естественно, Coinbase запускает приложение «Кошелек», который будет встраиваться в браузер, так же, как делается MetaMask. И пишет, что в MetaMask нужно запустить коин. Да, естественно, для токен мы давно ждем токена MetaMask и токена OpenSea. И здесь какой-то журналист пишет, что этого не случится. А Джозеф Любин, один из разработчиков «Консенсуса», один из основателей эфира, пишет, что токен MetaMask скоро будет. Вот. Stay tuned. И в Маск есть такой токен. Это не токен MetaMask, поэтому его не надо покупать. Ну, в смысле, его не надо покупать, надеясь, что это токен MetaMask. Это просто какой-то отдельный другой токен. Поэтому, судя по всему, токен MetaMask будет. Я думаю, что и токен OpenSea тоже будет. Уже давно длинное опять получается видео. Интернет, кстати, очень плохой. Я не знаю, сколько сегодня будет загружаться. Покажу вам несколько NFT. Не очень помню, где я остановился. Покажу вам коротко. Ну, это Stoner Cat. Знаете, большой проект запускала Мила Кунис и Ашстон Котча. World of Women, я думаю, не нуждаются в представлении для тех, кто следит за NFT-миром. Это прекрасное, мелькающее произведение искусства. Это от нашего подписчика Димы. Спасибо. Анимета. Такой тоже проект, они там что-то строят. Видно, они просто очень высоко и далеко улетели на старте. И теперь никак не могут вернуться к исходным своим ценам. Ну, как бы то, карман не давит. Пусть лежит. За полтора эфира я бы его продал. Дешевле пусть валяется. Great Ape – это дериватив. Деривативы – это просто проекты, которые берут за основу, допустим, Ape в данном случае. И что-то там ему приделывают, называют это деривативом. И продают или бесплатно раздают. И потом рынок присваивает им какую-то стоимость. Это, по-моему, один из, наверное, единственных или из нескольких деривативов, которые я держу. Не помню, почему я его купил. Купил просто за копейку какую-то. В одно время они доходили до 0,24. Но скинуть я его не успел. Если кто хочет, может купить. Bronze Lunch Pool Labs – это мне просто дали за участие в ланч-пулах. Cash Grab какой-то проект. Investonic Vala мне подарили. Stripper Wheel запускается в Sandbox. Devil Lady Club – это тоже что-то из раннего я минтил. Наши ребята проект не выстрелил. Space Podger у меня есть. Clou Factory – это ничего не очень. Понятно, Rickstra Friends и Astro Friends тоже не выстрелили. Команда пропала, не заделивировала. Забрали папки и отчалили, похоже. Floyd World – это, естественно, Floyd Mayweather запускал свою коллекцию. Она, в общем-то, charity. То есть, все, что они продали, не пожертвовали. По-моему, на всемирный голод. Поэтому отлично поддержали благое дело. Ну и такие картинки тоже остались. Может быть, со временем история нас рассудит. И у них будет какая-то рыночная стоимость. Mythical Fruits и Ape Stand Strong – это первая коллекция, которая дропалась на Super Farm. У меня, кстати, Mythical Fruits номер один. Я думаю, что она будет достаточно редкая со временем. Silence of the Sea – понятный. Мини-теледержатели бананов. Brows – shout-out to Brows. Это тоже один из наших подписчиков. И его партнер, японский художник, занимается рисуя таких пиксельных Brows. Очень прикольный. Одного я купил, двух получил в подарок. Молодцы, ребята, так держать. Это Face – один из проектов Artblocks. Да, она достаточно интересная. Если кто хочет, может найти и посмотреть. Она там переливается, мелькает. Выставил за 300 эфиров. Ну, чем, как говорится, не шутят. Шиба Таун – один из моих самых неудачных вложений. Мы покупали их, я покупал их на пресейле. Там какая-то очень мутная была схема. Нужно было отправлять эфир на адрес, указывать цену, какой-то закрытый аукцион. В общем, если начинается какая-то муть, да, если начинает что-то там мутить, не делать понятный, прозрачный процесс митинга, значит, этот проект что-то там не так. Это такой вам вывод, скажем так, из вот этой вот ситуации с Шибами. О, как просили котики. Этого котика выиграла супруга за участие в конкурсе Time. Они одно время стоили до трех эфиров, сейчас скатились. Ну, я в любом случае его не буду продавать. Это коллекционная вещь. Время, опять же, я думаю, его рассудит. Хьюлер Клан – это, наверное, самый мой неудачный проект. Я еще их докупал на ревиле. Вообще не люблю, как бы, тему с черепами, но в целом мне показалось, что нарисовано красиво. Но, опять же, русская команда или русскоговорящая не заделиверила. Они там стараются. И даже, кстати, жалко, потому что они что-то делают, какие-то у них там в Дискорде идет активность, что-то они там скупают, разыгрывают, иногда пол подметают. Но, к сожалению, недостаточно оказалось. Так, CryptoNative – это интересный проект, на мой взгляд, недооцененный. Тоже держу его для истории, скидывать не буду. Здесь суть в чем, что если эта картина, эта NFT куплена больше, чем за 20% от предыдущего, то есть, если вот я купил за 0.23, если кто-то ее купит за, допустим, там 0.3, то сама картинка изменится. И здесь добавится фаза. У меня фаза 2, то будет фаза 3. И так до 10 фазы они будут все время меняться. И мне кажется, это классная штука. Я такого еще не видел. Или, во всяком случае, они были одни из первых. Тоже держу, скажем так, ради тех. Это, кстати, старая шутка. Шутка bear market. We are in it for the tech. То есть, мы здесь не ради денег, а ради технологий. Ну, вот это я держу ради технологий. Это одежда на Эйпа. Rock Society тоже не выстрелил. Не знаю, арт не зашел. Слишком, наверное, однообразные. Uwuk Rue. Прикольная анимешная картинка. Купил дочке. Потом подарю ей когда-нибудь, когда нужно ей будет. Проект Welpy тоже, кстати, особо не выстрелил. Но стараются что-то дропать, какие-то NFT-шки. Ну, и то хорошо, а дропают, не забирают. World of Women дали такую штуку. Reef Ambition. Это машинка Elio Trades. Для игры Reef. Кстати, Reef Tower. Что там у них еще? Какие-то еще? Delta, по-моему. Какие-то игры от Animoca Brands. Возможно, будет неплохая инвестиция на просадки. Trixel Heads мне подарили ребята в Твиттере. Тоже сделали меня. Blood Girl. Минтил с контракта. Чисто по фану. Бесплатный минт. Почему бы нет? Нет. Cool Kangaroos. Это тоже мне подарили ребята из Австралии наши. Doge Generals. Я про них говорил. Мне кажется, это забавная, смешная идея генералов. Делать с таким... С лицом Doge. И человек реально... Я с ним общался в Твиттере. Ему очень нравится история. Нравится Doge. И он решил нести таким образом историю в массы. Ну, почему бы нет? Я за креатив. Илдмастер. Так, ну, это у нас коллекция Суперфарма, да, и сейчас к ней возвращается интерес. Это будет, наверное, последняя NFT, которую я прокомментирую. А то будет очень длинное видео. Суперфарм Genesis Series. Те из вас, кто застейкал Суперфарм на сайте Суперфарм, получали гемы. Такие бриллиантики, на которые можно купить все вот эти NFT-шки. Самый дешевый, Jazz, стоит всего 20 гемов. Ну, плюс еще заплатите за газ. А сейчас активно идут по 0.15. Ну, и можете посмотреть, достаточно большой объем. Почему? Потому что Элио объявил, что будет... Ух ты, Rare. А, ну, это Rare за 1.2 продали. Это дешево. Илдмастер за 0.37 купили. В общем, идут активно торги. И почему? Потому что Элио объявил, что на этой неделе будут какие-то объявления по Суперфарму. И, наконец-то, все это встанет на свои места. Все NFT, все продукты и площадки, которые выпускал Суперфарм, станут объединяться. И у них будет какая-то ценность. Также есть спекуляция, что эти карточки Суперфарма, они будут иметь какую-то ценность в игре, которую они с бэкером строят. Может быть, это будут какие-то тоже Ситизены или какие-то особые персонажи. Поэтому, естественно, пошел интерес к этим карточкам. Пока я говорил про карточки, переключился на график битка. Вижу, что... Чувствую, что откатывается. Да, оно и Супернормально держится не больше, чем биток. Поэтому, друзья мои, не переживайте. Через несколько часов прощается Америка. Я думаю, что они увидят пробой All-Time High и начнут покупать, мне так кажется. Ну, а если не начнут, ничего страшного, поконсолидируемся над All-Time High. Это тоже всегда хорошо. На этом, друзья мои, все. Не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Все будет хорошо. Увидимся завтра. Пока.